Стили направления йоги, ну вы сами люди взрослые, прекрасно понимаете, что стилей очень много может быть. И каждый стиль, каждый направление необходим для разных людей. Бессмысленно заставлять всех заниматься чем-то одним, это просто бессмысленно. Если заставить человека заниматься серьезными энергетическими практиками, какой будет результат? Скорее всего ничего хорошего. Поэтому постепенно, аккуратненько двигаемся, развиваемся, продвигаемся. Я перепробовал разные стили в свое время. Постепенно я пришел к среднему, я не могу сказать, что то, чем мы занимаемся, это относится конкретно к какому-то направлению. А непосредственно от аенгара отличие в том, что, ну как бы вам объяснить, по-разному можно сказать, я скажу усредненный вариант. За тренировку у аенгара вы делаете там 5-7 упражнений, правильно, в лучшем случае. Получается, вы сделали, вы оказали воздействие на определенные направления подвижности, на определенные суставы, группы мышц, но не целостно подходите ко всему телу. В этом как бы основное различие, почему, допустим, я практикую другое. Другое. У нас за тренировку мы выполняем на каждое направление подвижность, то есть, допустим, какую-то асану в две стороны делаем, если то, порядка 60 асан мы выполняем вообще. Получается, что мы комплексно воздействуем на структуру человека как с точки зрения физиологии, так и энергетики. И у нас в наших занятиях нет акцент, что не навреди здоровью. То есть, может быть, кощунственно это звучит. Вообще у нас травм нет на занятиях за все время, сколько мы занимаемся. У нас, по-моему, только два случая были, когда ребята по, мягко говоря, своему недоразумению приносили себе травмы. Это статистика, но я вам скажу так, что за последние лет 10, наверное, получается, что это там ноль какой-то, ноль, один процент из всех тех занимающихся, которые занимались. Поэтому у нас нет цели, как вот сейчас модно, наша йога для здоровья – это утопия. Не может быть йоги для здоровья, это невозможно. То есть, кто говорит, что йога для здоровья, они или говорят полуправду, или не читали первоисточников. Нет, книг я не встречал за всю свою жизнь, где говорится, что йога делает здоровье. Это невозможно. Йога может развивать энергию, поддерживать тело, но самый главный акцент – это человек должен познакомиться со своим внутренним миром. Как Патанжили сказал, яма, не яма, асана, пранаяма, пратихара, дхара, нафияна, самадхи. То есть, постепенная подготовка к внутреннему миру, то есть, чтобы человек мог пойти в себя, в внутренний мир. А Айнгар, он продвигается на Западе именно как йога тела. Да, они якобы говорят, что мы сначала готовим тело, но просто по опыту я знаю, что на теле так они зависают на долгие-долгие годы. Почему? Потому что… Я так на теле, я извиняюсь, потому что приходили люди 10 лет занимающиеся Айнгарой, они просто с железными глазами, с железным телом, и они очень несчастные. Они 10 лет занимались йогой, я говорю, а какой йогой вы занимались? Айнгарой. Я, конечно, с большим вопросом остаюсь, зачем такая йога нужна? Нет, послушайте, я ни в коем случае не хочу сказать, что Айнгаройога – это плохо, ни в коем случае. Она… Все люди разные. Есть люди, которые занимаются Айнгаройогой, или там кундалини, или аштангавиньясой, всем чем угодно. Они все делают важное дело. Чем бы они занимались, это уже прекрасно, я уверен 100%. Сам Айнгар, он же очень болезненный такой, я вас сказал. Слушайте, давайте оставим это направление, неважно, какое направление. Я лишь хотел сказать, что в данном случае люди, которые используют йогу для своего здоровья, есть вероятность, они к духовному так и не перейдут.